Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы сильные должны нести немощи бессильных, а не себе угождать. Вот такие слова мы слышали сегодня в послании апостола Павла. Мы сильные должны нести немощи бессильных, а не себе угождать. Ну и каждый, слушая это слово, может самого спросить себя, а разве я сильный? А мне уже вроде и лет много. Кто-то скажет, силы-то были, но ушли. Ну а кто-то скажет, ну, может быть я по отношению к кому-то сильный, а вообще-то у меня болезни и трудности в жизни, я своей силой не чувствую. Каждый может критически отнестись к вопросу, к нему обращенному, ты сильный или не сильный? Даже более того, если человек вдруг скажет сильный, это может показаться странным, потому что ведь всегда есть некая слабость. Но почему же апостол Павел называет нас сильными, своих учеников, свою паству, вы сильные? Он называет так не случайно, потому что христианин должен быть сильным. Он призван быть сильным. И не потому, что у него сильные мышцы, и не потому, что у него много денег, и не потому, что у него большая власть. Чаще всего нету ни одного, ни другого, ни третьего. Но потому, что человек, живущий по заповеди Христовой, становится реально сильным. Он возвышается над обыденностью. У него формируется совершенно иной критерий оценки окружающей его жизни. Он не обращает внимания на то, на что многие обращают. Он не страдает от того, от чего многие страдают, потому что приоритет жизни настоящего христианина, он настолько высок, возвышен, свят, что возвышает самого человека, стремящегося к этому идеалу, несомненно, возвышает и приближает к Богу. Конечно, для того, чтобы нести тяготы ближних, а не себе угождать, нужны определенные качества. Но и если так вот проанализировать свою собственную жизнь, каждый это может сделать, да не столько даже жизнь, отдельные эпизоды из этой жизни, то окажется, что мы вообще-то не очень терпеливы. Нету того терпения, к которому нас Господь призывает. Нетерпеливый человек не может другому угождать, по слову апостола, потому что на самого себя-то не хватает сил, раздражаешься, нервничаешь, беспокоишься, суетишься. Кому же еще угождать? Считаешь себя окраденным, чего-то лишенным, к чему-то устремляющимся. Вот это наше недовольство жизнью, оно очень ослабляет нас. А недовольство проистекает очень часто от зависти, сосед живет лучше, от каких-то внешних факторов. Фильм посмотрел, где там на красивых машинах катаются, в красивых домах живут, а я не в таком живу дому, тоже может возникнуть чувство недовольства, неуверенности. Отсутствие как бы благополучия по сравнению с благополучием других. Вот это все является искушением. Это все является тем, что ослабляет нашу внутреннюю силу, рассредотачивает нас, ослабляет и наши волевые качества. Человек, который постоянно недоволен своим состоянием, который оценивает свое благополучие по благополучию другого, это несчастный человек. А потому ключ к счастью заключается в том, чтобы не оценивать свое благополучие по благополучию другого. Мы же не оцениваем свое благополучие по состоянию несчастных людей. Мы чаще всего говорим, вот смотрите, как сосед хорошо живет. Жена говорит мужу, ну что же так мало денег при нем носишь, ты посмотри, как они хорошо живут. А мы тут что? Мы никогда не соотносим себя с теми, кто живет хуже или кто менее здоров, чем мы. Вот для того, чтобы развивать в себе такие чувства, время от времени нужно себя погружать в среду, где абсолютное большинство людей будет и жить хуже нас, и чувствовать хуже нас. Очень полезное посещение больниц, созерцание человеческих скорбей. Почему Господь призывает христиан навещать и тех, кто в заключении, кто в темнице. Конечно, для того, чтобы принести добро, но, может быть, и для того, чтобы мы соотнесли свое наличное состояние с теми, кто реально живет хуже нас. Кто болеет, кто скорбит, кто в заключении, кто беден. Поэтому для того, чтобы духовно расти, для того, чтобы действительно становиться учеником Христовым, первое, что мы должны исторгнуть из своего сознания, из своей души, из своей воли, это зависть по отношению к жизни других людей. А еще хуже, когда эта зависть потом реализуется в какие-то поступки, толкающие человека на совершение зла по отношению к тому, кто живет лучше, или кто карьеру сделал успешней. Вот он сделал успешней карьеру, а работаем вместе, я тебе сейчас ножку подставлю. Вот ты полетишь со своего положения, вот ты узнаешь, почем лихо. Вот это все то, что в первую очередь наносит непоправимый ущерб самому человеку. Казалось бы, мы делаем что-то, что нам должно помочь освободиться от этой тяготы, созерцания благополучия другого, а на самом деле мы себя погружаем в страдания, в муку и наносим себе действительно непоправимый ущерб. Ну вот, а для того, чтобы осознать, что каждый из нас сильный или слабый, хотя все это имеет очень относительные параметры, что такое сильный, что такое слабый, какова точка отсчета, для хорошего футболиста мы все с вами инвалиды. Но мы же не инвалиды. А для чемпиона под поднятию тяжести мы вообще где-то там за полями жизни, потому что мы ничего поднять не можем. Но ведь это не так. Поэтому всякого рода оценка других людей по себе это самая неправильная оценка. Никогда не судите людей по себе. У каждого свой жизненный путь. И мы должны своим путем идти, не завидуя, тем более не раздражаясь на людей, не создавая себе врагов, чаще всего иллюзорных врагов, только лишь потому, что мы недовольны тем, как тот живет иной лучше меня. Вот для того, чтобы человек мог преодолевать вот все эти соблазны, идти по пути спасения, нужно стяжать особое качество, которое преподобный Нил Синайский соотносил к самым возвышенным качествам, которые соединяют нас с самим Богом. Это, конечно, любовь, но уж это совсем возвышенное чувство. А если нету любви, что все потеряно, а тогда от чего отталкиваться, что делать? И вот Нил Синайский учит нас. Нужно начинать с терпения. Нужно научиться терпеть, в том числе и своих ближних, сослуживцев, родственников, знакомых, которые нас раздражают иногда, или кому мы завидуем, или с кем-то не очень действительно трудно общаться. Ну а почему терпение есть добродетель? А потому что с этого все начинается. Господь сказал, что высшая заповедь есть любовь. А можно полюбить человека, которого ты не можешь терпеть? Да никак не можешь. А можешь ты человека, которого не можешь терпеть, постараться терпеть, не замахиваться на любовь, а просто терпеть. Терпеть соседа, терпеть сослуживца, терпеть коллегу там по работе, просто не раздражаться, терпеть, заставляя себя понять, что через терпение мы к Богу приближаемся, как говорил Нил Синайский. А ведь действительно так. Любовь приближает нас к Богу, а до любви, как уже было сказано, очень далеко. Поэтому давайте начнем с самого простого, с терпения. Будем терпеть тогда, особенно, когда кто-то нас раздражает. И будем стараться, несмотря на скорби и трудности нашей жизни, через терпение учиться делать добро. Вот мне время от времени приходится посещать старческие дома, больницы. И вот я обратил внимание, как иногда в старческом доме один или одна слабые, несчастные, больные помогают соседу по палате. и думаешь, что у тебя у самого или у самой силенок то уж никаких нет. И какое же нужно терпение человеку, чтобы, превозмогая тяжесть своего собственного положения, реально помогать другому. Иногда даже попреки своему покою, какому-то благополучию. Почему это происходит? Потому что такие люди способны терпеть. А через терпение у человека возникает любовь. И это, конечно, относится не к тем, только экстремальным ситуациям, о которых я сказал. Старческие дома, хотя это не очень экстремальное, но для обычного человека очень непростая ситуация жизненная. Или там в каких-то других обстоятельствах, болезни, или тюремного заключения, или Бог знает каких обстоятельствах. Но если мы научимся действительно с терпения начинать наши отношения с людьми, то, несомненно, следующим шагом станет любовь к этому человеку. Только нужно начать, вначале терпеть, не раздражаться, не отвечать как бы плохим словом на плохое слово. Промолчать, подумать, помолиться, в том числе об этом человеке. И, несомненно, через терпение мы будем действительно созидать свой внутренний мир таким, каким он должен быть для вхождения в Божье Царство. И если есть терпение, то, несомненно, в какой-то момент этим сердцем овладеет и любовь. В терпении стяжите души ваши. Учит нас Слово Божие. И сегодняшнее чтение также нас призывает к стяжанию этой добродетели. Не самой высокой, не самой, может быть, важной, но той, без которой никакие духовные высоты достигнуты быть не могут. Да поможет нам Господь с терпения начать, чтобы в любви возрастать, в любви к Богу и к нашим ближним. Аминь. С воскресным днем поздравляю вас. Аминь.